МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в морском собрании. Восстановить промысел Иваси. Труд достойный звезды-героя. Сергей Иванович Антонов, с которым мы не раз беседовали для выпуска в программу «Морское собрание», удостоен звания Героя труда Российской Федерации. Отряды кораблей Техокеанского флота находятся в дальних походах по морям Юго-Восточной Азии, порты заходов Вьетнам, Филиппины, Китай. 29 апреля в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония награждения золотыми звездами Героев труда Российской Федерации. Среди удостоенных высшей награды государства руководитель направления промвооружения и токелажа компании «Южмор-Рыбфлот» Сергей Иванович Антонов. Трудовой путь Сергея Ивановича Антонова связан с развитием промышленного рыболовства в Приморье. В этой сфере ему известно все до мельчайших деталей. От азов профессии до сложнейших технологий рыбного промысла. Сергей Иванович душой болеет за свое дело. Отдает много времени и сил повышению конкурентоспособности и эффективности отечественной рыбодобычи. Подготовке надежного кадрового резерва. Его плодотворный труд в интересах Дальнего Востока и всей России достойный пример для молодежи. С Сергеем Ивановичем Антоновым мы познакомились примерно 4 года тому назад. Причем заочно. Тогда ученые ТИНРО только-только начали говорить о том, что Иваси, Ивасевые массы возвращаются в Дальневосточные моря. А Сергей Иванович уже был на промысле и делал первые заметы. В 2016 год эти кадры рыбаки снимают сами для себя, чтобы потом проанализировать, что и как они делают в одном из первых пробных заметов на сардину Иваси. Поэтому снимают не самих себя и не свой героический труд, а постановку кошелькового невода, его подбор и передачу рыбы через насосную систему на мотобот, который доставит улов на обрабатывающую базу. Сергей Иванович Антонов тут на борту мечется от механизма к механизму, в кадр попадает только его спина. Но эти съемки в августе 2016-го уже делались в промысловом районе, а радость и триумф будущего героя труда удалось снять фактически случайно, когда для проверки кошельковых неводов небольшая флотилия выходила годом раньше в залив Петра Великого. И даже тогда Иваси уже небольшими стайками заходила и в Японское море. Но так сложилось, что за те 30 лет, когда промысел Иваси прекратился из-за ухода рыбы, в рыбной промышленности страны произошли такие перемены, что утрачены были не только суда десятками и сотнями, рыболовецкие колхозы и крупные государственные компании, были утрачены еще и знания, навыки, опыт. А Антонов оставался одним из немногих носителей этого фактически сакрального знания, причем в комплексе, и промысла, как процесса, и технологии создания орудий лова. Молодой рыбак с Чуркина Сергей Антонов в советское время не пропустил ни одной Ивасевой путины, вплоть до последнего рейса. Лично я пошел в последнюю путину в 1991 году. И уже к тому времени массовых скоплений и сардины Иваси уже не было. И для меня это был последний год, и для нашего тогда еще база травового рефрижераторного флота была. Это был последний Ивасевой рейс. И вот в 2015-м Иваси снова позвала Антонова в море. Дело в том, что тралами, как селедку или винтая, Иваси ловить нельзя. Рыбка жирная, нежная по мясу. Тралить значит подавить ее. Нужен кошелек, который заводится под косяк, улов швартуется к борту, а насосы фактически выкачивают рыбу вместе с водой. И, конечно, рыбацкая удача здесь не менее значима, чем знания и отработанные действия экипажа. Но у Антонова, судя по всему, рыба всегда есть. Если говорить уже об объеме улова, то уловы бывали разные. Бывали и пустыри, конечно, это не очень радовало экипажа. Бывали по 50 тонн, бывали уловы и по 100 тонн, бывали и по 200 тонн. Как бы, ну, это же не аквариум, мы работали. Хозяйство у Сергея Ивановича разрастается. Сейчас у Антонова два сетевизальных цеха. Старый в колхозе «Новый мир», новый заработал под Артемом. И в осевый, или, как говорят ученые, сардинный период еще только начинается. И этот промысел будет важной частью для рыбной промышленности всего Дальнего Востока еще лет на 20 вперед. Но Антонов был первым, кто восстановил прежние знания и обогатил их новыми возможностями. Об этом мы говорили с ним год назад в сетевизальном цеху в поселке Южно-Морской. В данный момент мы готовимся, очень усиленно готовимся к осельковому промыслу. С прошлого пути, но сейчас «Новода» в ремонте, ремонтируем их. Конечно, это работа очень такая длительная, кропотливая такая работа. А «Новода» сильно потрепала в прошлом? Нет, я бы не сказал, что у нас один был такой замет не очень неудачный, последний замет. Предпоследний, можно сказать, что порвали мы слимную. А так «Новода» не очень сильно потрепались. Мы там отработали полтора месяца на промысле, но это не очень много. По советским временам было полноценных где-то 4,5 месяца на промысле. А мы тут полтора месяца, но приходится все равно от начала и до конца его проверять, чтобы в море никаких проблем с небом не было. Потому что вывезти в ремонт его некуда. Он очень большой, он весит почти 36-40 тонн, он весит мокрый. Длина у него 1000 метров, высота стенки 200 метров. Поэтому мы вышли на промысел, и мы стараемся его отремонтировать очень качественно, чтобы на промысле проблем не было. Мы только ловили и выбирали не вот. У единственного человека в России, который о промысле Иваси знает и помнит все, спрашивает, а все-таки почему в СССР Иваси была селедкой? А в 21 веке та же рыба, пойманная в тех же морях почти тем же способом, если убрать GPS и гидролокаторные технологии. А называется иначе сардина. Ну, если чисто с научной точки зрения разбираться, то это, скорее всего, сардина Иваси. Потому что в свое время, ну, давно, еще по советским временам, были убиты объемы селедки. И как бы, чтобы восполнить этот объем, уже сельди, как таковой, уже не было. И как бы, чтобы восполнить, и для покупателя было привычно слышать, и придумали название сельдь Иваси. А если правильно, то это сардина Иваси. То есть это был такой советский маркетинговый ход? Да, это был такой ход. Поздравляем Сергея Ивановича Антонова с наградой, которую он действительно заслужил всей своей рыбацкой биографии. Достойный звания героя. Для участия в российско-китайском двустороннем военно-морском учении «Морское взаимодействие-2019» второй за текущий месяц отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход. В составе отряда флагман флота, ракетный крейсер «Варяг» и большой десантный корабль «Осля-Бя». Они вышли из Владивостока в дальний поход в 20-х числах апреля. Другой отряд ушел месяц назад. В дальнем походе по морям Юго-Восточной Азии находятся большие противолодочные корабли, адмирал Виноградов и адмирал Трибутс, танкер Иркут. Виноградов и Трибутс уже побывали во Вьетнаме на базе Камрань, сейчас находятся на Филиппинах. Вот вы видите кадры швартовки Виноградова в военном порту близ Манилы. Затем отряды встретятся в акватории Китайской Народной Республики. Военно-морское сотрудничество между Тихоокеанским флотом России и Восточным флотом ВМС «Ноак» Китая имеют уже многолетнюю историю. Наши военные контакты развиваются очень успешно и динамично. Между министрами обороны наших стран существуют устойчивые взаимоотношения, точно так же, как между президентами двух стран. И в этом плане, я думаю, что в рамках совместных миссий, где вооруженные силы России, народно-насвободительная армия Китая могут взаимно дополнять друг друга в наших будущих отношениях. Военным морякам учений по плану и выполнение всех задач, а зрителям программы «Морское собрание» традиционное пожелание – семь футов под килем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова